Трудовым спорам Рассказывал, что не надо путать споры и конфликты Мы сейчас говорим не о названиях, а по существу У нас сегодня речь говорит о том, что на самом деле являются спорами И как они представлены, и где они проявляют себя Ну для этого надо, наверное, вспомнить определение спора Что такое спор? Разногласия Разногласия, да? Вы одно гласите, а я другое И это мы можем продолжать, сколько? Бесконечно долго Бесконечно долго, вот будем встречаться так Встретились, поздоровались и дать на чем нам спорить И так некоторые люди живут И, так сказать, до глубокой старости Спорят и спорят и спорят, как заядлые спорщики Иногда это проходит без всякого обозления А вот люди свою позицию высказывают А на другую не переходят И это идет бесконечно Так вот, как представлены трудовые споры То есть споры трудовые Это споры по вопросам Связанных с условиями труда и оплаты Оплата, вообще говоря, тоже условия труда Хоть ее отдельные выделяют И даже ставят «и» как будто рядом Но, как вы понимаете, никто трудиться без оплаты не будет, правда? Поэтому, вообще, если в широком смысле сказать По условиям труда То есть трудовые споры Это споры по условиям труда А условия труда включают Все материальные условия В которых совершается труд Это что значит материальные условия? И какая температура И какая влажность И какая запыленность И какая загазованность А нет ли электромагнитных колебаний Здесь А нет ли тут радиоактивности А нет ли, значит, определенных Очень больших нагрузок Которые вредят организму И у нас существует деление на работы Вредные Особо вредные есть И есть работы, которые в эту категорию не попадают Тяжелые И особо тяжелый труд Если то связан с поднятием, перемещением Тяжести и так далее Вот все, так сказать Обмен мнениями по поводу этих Условий Между работниками и работодателем Называется спорами При этом надо выделять Индивидуальные трудовые споры Когда один работник Спорит с кем С работодателем То есть спорит с организацией Работодатели везде У нас в законодательстве Рассматриваются как организации Я Не директор там завода Не начальник цеха Он может спорить с работодателем В лице Или директора завода Или начальника цеха Или главного инженера Или начальника производства Или Начальника участка И так далее То есть Есть вот люди Которые представляют работодателя А есть работник Один Ну как вы думаете Какие перспективы Этих споров индивидуальных Значит Во-первых Если вы хотите выразить Свою точку зрения Устно То Вот сейчас Вот сейчас вы где находитесь Сейчас вы на учебе Сейчас так сказать Как бы вот я лекцию читаю А вы сейчас будете говорить Скажите У меня сейчас лекция А после лекции Все разойдутся И все Так и на заводе Есть масса начальников Рабочие Подчиняются И любой другой работник Кому? Всем Все над ним Выше стоящие Или так говорят В чем принцип демократического Централизма Подчинение Ниже стоящих Выше Сидящим Ну шутка конечно Подчинение Ниже стоящих Выше сидящих То есть Если человек Продал свою Рабочую силу Как бы Вы же подчиняетесь Не лично А подчиняетесь По вопросам трудовым По вопросам вашего труда А этот труд И задача этого труда И способ этого труда И характеристики Этого труда Определяется не вами А определяется Работодателем Поэтому Человек Который находится На работе Он бесконечно Всем подчиняется И его слово Тут в общем Ничего не значит Почему Потому что Слово рабочего Оно ни на что Не влияет Можете спорить Сколько угодно А когда вы будете спорить Будете спорить А вы еще не работаете Когда вы А если уже закончилась работа Во-первых С вами никто не обязан После работы разговаривать Да и вы вряд ли Заходите спорить После работы Будет уже поздно Или с толку А вот если вы Уйдете с рабочего места И захотите поспорить С начальником ЦФ Или пойдете К директору завода Или к главному инженеру Так вам Скажите Если час не будет У вас на этом месте Вам засчитают Первое нарушение И могут объявить Взыскание После того Как есть одно взыскание При втором нарушении Можно уволить человека Сразу уволить По закону человека Не ли я Однократное Грубое нарушение Не является основанием Для увольнения А вот уже Если многократное То есть неоднократное То есть двукратное Это достаточно Как вы будете спорить Вы пойдете А вы в это время Должны выпускать продукцию Вы должны делать то Что в инструкции Их прописано Поэтому так сказать Сам этот спор Во время Рабочее По существу Исключается Значит Никакие Индивидуальные Трудовые споры Законодательством Не прописаны Вообще Нет в России Законодательства Об индивидуальных Трудовых спорах А споры есть А какие Как можно спорить Значит Для этого существует Два вида Организаций Для ведения спора Это На некоторых предприятиях По согласию Между работниками Там в лице Профсоюза Или в лице Какого-нибудь органа Которая избрала конференции И Работодателя В лице Директора Заключается Соглашение О создании Специальных Органов Которые Называются Органы По разрешению Споров О предприятиях О предприятиях Вот эти органы Создаются По принципу Половина От работников Половина От работодателей Называются они Комиссии По трудовым Спорам Не пишут По индивидуальному А просто Комиссия По трудовым Спорам Если Это Комиссия По трудовым Спорам КТС Это значит Что здесь Рассматриваются Споры Индивидуальные То есть Человек Может написать Заявление Сдать в комиссию По трудовым Спорам Прийти на заседание Комиссии Сказать все Что он думает Послушать Что про него Думают И комиссия Вынесет решение И комиссия По трудовым Спорам Имеет Важное Очень решение Ее решение Равносильно Решение Суда То есть Ее решение Приравниваться К исполнительному Лису Который Надо выполнять Но Нету Никакой Обязанности Для работодателя Создавать Комиссию По трудовым Спорам Поэтому Они кое-где Есть Где Работодатель Дал Слабину И пошел На то Что да Создадим Комиссию Там будешь Болтать Сейчас Мне с тобой Некогда Разговорить Сейчас Создаем Комиссию Его Его А от нас Будет Этот 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 При этом Что мы Наблюдаем Работники Все представители Работодателя От работодателя Зависит Если они там Будут защищать Работника То как бы Им самим Не поздоровилось Так что Позиция Представителя Работодателя И сна Ну а Что касается Работников Они развят Работодателя Они являются Зависимыми На предприятии Тоже являются Вот она Вот хорошо Голосовала Их премия будет А вы плохо Голосовала Премия вам не обязана Вы плачете Ладно Премия большая Что ли А? Премия-то Небольшая Премия-то Небольшая А я вас Переду на такую Работу Где и зарплата Будет небольшая По производственной Необходимости Кто определяет Производственную Необходимость Вы или я Ну вот и все И спора нет Очень спасибо За понимание И будете получать Вот и хорошо Чтоб таких Не было у меня Отлично Отлично Мне очень нравится Этот человек Да И постепенно Так постепенно Так вот Складывается Хороший Очень коллектив Живем душа в душу Они с утра До вечера Находятся на работе Вот А я с утра До вечера Считаю деньги Сколько я получаю Потому что Сегодня один рабочий За 40 минут Создает Эквивалент Своей зарплаты Остальные 7 часов 20 минут Рабочие создают Его прибыль И пак мне вас Не любить После этого Ну вы ушли Так придут же другие Еще более Сговорчивые Еще с вами Я так как-то Платил вам Хоть по По закону А эти вообще Получают В конверте А зачем платят В конверте Кто получает В конверте Тот За него Работодатель Не платит Никакие Вносы Ни в фонд Медицинского страхования Ни в пенсионный фонд Вот вы станете стареньким Станете Станете Он умрет раньше Определенно Это есть сейчас такая тенденция Умереть молодым Некоторые делают селфи И падают Там С 22 Вот У вас план что ли Такой есть План Капкан Как говорится Ну я чувствую Да Под аппарат Хороший Только купите Что уж Такой портрет Красивый Так вот Самое то Интересное Что этих комиссий Подготовлен с форумом Почти нет Нигде То есть Они как бы Есть В принципе Есть даже Такой анекдот Как Человек Приехал В город И спрашивает У местных Жителей Говорит А у вас где-нибудь Мясо то есть Походил по магазинам Не нашел В принципе Есть А то Он значит Здорового спрашивает А рыба у вас Есть В принципе Есть Третьего Стал спрашивать Слушайте Говорит Вы не знаете Где у вас магазин Принцип А что за магазин Принцип Ну все говорят Что в принципе Есть Других нет Магазинах А в этом все Есть В принципе Так и здесь В принципе Все хорошо Но Сами комиссии Нету Обязательности Обязательности Для работодателя Создавать комиссии По трудовым спорам Это раз Второе Значит Способ их создания Вот такой 50 на 50 А 50 на 50 Всегда есть Среди рабочих Тот кто Особенно Если он Подвип Подвипил Уже на крючке У работодателя Да То есть Его можно уволить Легко Поэтому Если он будет Еще голосовать Не так Как надо То и все То есть Скажем Работодателю Легко получить 51-52 процента Голосов В этой комиссии По трудовым спорам И поэтому Эти комиссии Такой большой роли Не играют Тем более Что Согласно Тому же Самому Трудовому Кодексу Наличие Комиссии По трудовым спорам Не обязывает Работника Обращаться В комиссию Он может Прямо Обратиться Куда К суд То есть Может Сначала Обратиться В комиссию По трудовым спорам А если Его комиссия Не примет решение В его пользу Он может Потом Обратиться В суд Но тогда Он будет Получается Выступать Будет Не только Против Работодателя А против Комиссии В которой Половина Работников Половина Представителей Работодателя Он вообще Какой-то Ну Пускай Он уходит Короче говоря Но можно Прямо Обратиться В суд А в суде Обратиться Можно Вот если Во время работы Пойдете Вас никто Не обязан Принимать А если Вы письменно Обратитесь К начальству Значит У нас Существует Закон Об обращениях Граждан Все Граждане Любые Могут Обратиться В любой Государственный Орган И получить Ответ По существу Своего Обращения В месячный Срок И я вам Докладываю Иногда Приятно Доложить Что-то Хорошее Что вот Это Правило В месячный Срок Вам Какой-нибудь Ответ Прислать Строго Соблюдается Какой-нибудь Ответ Вот Допустим Вам Не нравится Стипендия Набирайте Письмо Президенту В интернете Там Пожалуйста Можете Набрать Письмо Там Вас Спросят Какое У вас Социальное Положение Там Интеллект Рабочий Домохозяйка Студент И так далее Вот Пишите А дальше Вам дает Такой Квадратик Место Чтобы вы могли Набрать Туда И можете Еще Прицепить Туда И файл А в файле Можете Переписать Всех Товарищей Студентов Которые С вами Согласны К примеру Или Допустим Переписать Расчет Как вы На это Дело Живете Рассчитайте Мне тоже Интересно Посмотреть Как вы Такую Огромную Сумму Растрачиваете Как вы Умудряетесь До своего Месяца Стратить Величину Своей Стипендией 1425 1691 1100 690 Ну какой Рост Я У историков Преподавал Я спрашиваю Так Это у вас Сколько вы можете Прожить На эту стипендию Девочка Так подумала Говорит Ну неделю И что Говорю Я вот У нас Раз в неделю Занятия Так я вас В последний раз Вижу Что ли Ну если На неделю Можно Вот такая Собожда Так вот Вы можете Написать Президенту Я Вряд ли Буду читать Ваше письмо Но Ваше письмо Попадет В приемную Президента Вам кстати Предлагают Выбрать Вы хотите Письмо Президенту Написать Или В администрацию Президента Хочу Президент Да пожалуйста И вам По поручению Приемной Президента Будет Прислан ответ Ну поскольку Вы из вуза Как вы думаете Откуда Президенту Из министерства Науки И высшего Образования Какой-нибудь Начальник Департамента Скажет Уважаемая Анастасия Ивановна На ваше письмо Отвечаю Что возможности Нашей Бедной И несчастной Страны Так И низкий уровень Зарплаты Тех Кто создает Материальные Блага Не позволяет Повысить Хотя мы с вами Полностью Согласны Что конечно Желательно Было бы Вам Сочувствовать По крайней мере Если вы не согласны Можете снова написать И вам обязаны Ответить Ну вот Насчет того Что ответить Это вот Как часы Работают Точно вам Ответить Месячный срок И все Но Есть другая Организация Суд Суд Это что за орган Такой Мы с вами Изучали Что это орган Чего Он Самостоятельный Орган Или он Ну говорят Независимый Суд 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 Зависимый Или независимый Зависимый От законодательства От кого От законодательства Не только От законодательства Ну вот Допустим Вы захотели Стать судьей Кто утвердает Вас Совет Федерации Если Федеральный суд Ничего подобного Президент Президент Судьи Назначают Президент Ну как вы Понятие Президент Даже знать Их не может Столько То есть Есть там Совет Судьи Они там Готовят Материалы Туда Сюда обсуждают. И вот, скажем, судьи, если они начинают что-нибудь нарушать, они очень боятся, когда вы скажете, ну, тогда я обращусь в квалификационную коллегию судей. Она решает им дальше работать или не работать. Они как бы пожизненно, но снять можно в любой день. Он пожизненный, но подлежит снятию. Сразу начинает все исправлять, быстро все делают, все хорошо. Но это уже, так сказать, приемы тех людей, которые участвуют в каких-нибудь делах. Квалификационная коллегия судей. Запомните, судьи очень боятся вот это учреждение, потому что оно решает их, продолжать их деятельность или нет, если туда попадется. И не потому там будут рассматривать ваше заявление, что оно ваше, а потому что на это место много желающих, все-таки и зарплата такая, больше, чем 100 тысяч. И поэтому другие, которые еще не получили, скажут, да, да, вот это действительно правильно, надо это уволить судье. И, соответственно, на это место претендуют. Поэтому вот такой там есть орган. Но непосредственный человек может обратиться в суд. И вот это орган, потому что от него все отбивались, директор его не слушает. А вот, скажем, если это государственное предприятие, то я думаю, что это подпадает по закону о том, что государственное учреждение, если руководитель, он обязан давать ответ в месячный срок. Но если это не государственное, у нас много не государственных предприятий, не обязан, то есть с вами никто не обязан разговаривать на работе, а после работы тоже нет, тем более никто не обязан разговаривать. Ну, почему кто-то будет со мной разговаривать после работы? Вот вы сейчас почему здесь сидите? Потому что у нас государственное университет. Что государство? Это сила принуждения. Вас искали так зачет в конце, на лекции ходить, вот староста уже там отмечают. Мы с ней потом посидим и решим, кто останется здесь в руке на следующий год. Сбалансируем. Кому зачет, кому не зачет. Ну, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, как вы понимаете. Так вот, в суд можно обратиться. Советую сразу, обращайтесь. Не просто написали заявление в суд. Никогда не писали заявление в суд? Как вам повезло. Как хорошо. Вот надо точно знать название суда. Наверное, вы знаете, возьмете по интернете, назовете. Вы кто будете? Истец или ответчик, если на послали в суд? Истец. А вот на кого вы там, с кем вы суетесь, он кто будет? Вот, имейте в виду, всегда истец от слова истина. А ответчик, это вот пусть отвечает. Поэтому не надо всегда, всегда надо превратить себя в истца. А если на вас уже в суд подали, что надо делать? Защищаться. А? Защищаться. Ну, отвечать. Вот, вот, видите, у вас пораженческая позиция. Что вы отвечаете? На вас напали, а вы отвечаете. Защищать. Я же сначала сказала, защищаться. Сторона защиты... Защищаться и есть. Вы защищаете. Не защищаться, а нападать. Вот сразу он на вас написал, а вы раз встречный риск ему не будет ну вот и все она проиграла она и судится боится трус ну вот все поэтому выигрывает кто очень часто выигрывают наглые они наглые им вступает он туда не связан не хочу я связываться и все и так порядочные люди оказываются в худшем положении порядочные люди очень часто поэтому порядочным людям надо стараться научиться владеть этим делом а кто такие конфликтологи это люди которые помогают порядочным людям отстаивать свою позицию не только в спорах но и в конфликтах правильно конфликтологи а это еще не конфликт на подходе к нему вот я могу дать только такой совет если вы написали заявление не посылайте его по почте а сходите на прием к судье вот если вы бывали в суде не знаю бывали ли судья ли я там если зайдешь в суд они ходят такие в черных сутанах они как не люди такие уже человек они на службе из-за вообще даже не подходи даже страшно подходить судья а когда она прием граждан осуществляет ну сидит тетенька или дяденька и можно с ней поговорить и рассказать ну чего вы написали надо этого переделать так 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 а если вы к ней не сходите она вам письма на пойдет пошлет по почте что оставляя без движения ваше заявление потому что не выполняет то 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 такие то нормы такие то требования и так далее и вы не представлены доказательства не указано это а вы потом пошлете она не успеет к моменту который как к тому сроку который вас установила судья для подачи заявления и начинает все сначала то есть вас никто не лишает права начинаете все сначала и вы все у порога суда тут все к толчетесь поэтому нас ходить судьи она тоже вам скажет что надо исправить при нас и следующий раз вы ей принесете она за даст регистрироваться которые все дело будет в канцелярию и все будет порядка то есть как в порядке а теперь судитесь вот но может тут вот выяснили что если на вас кто-нибудь суд подал подумайте нельзя ли подняли подать встречный тогда вы на равных будет даже во время суда первым будет кто выступать истец а вторым отвечать отвечать хотите заведомо вот так превратитесь в истца а тогда вы и так и так на равных а как сделать так суде это индивидуальный трудовой спор вы спорите но у вас есть как бы человек который вас судит рассудить хочет человек хочет вас рассудить государство кого она вообще представляет работников или работодателей никого не представляет кто а чего взросла дело да не в том кто платит дело в том что государство у нас кого рабочих крестьян или работодателей капиталистов ну так если в государство суд то государственное поэтому это вот у нас тут трехсторонняя комиссия существует у профсоюзников то трехсторонняя комиссия государства так работодатель от государства представитель и работники этот треугла и два из них тупых треугольники все уже что тут как вот понимаете в чьи пользу это решается короче говоря подали в суд как сделать так чтобы вот вот вам как сделать потому что вы допустим не подали она то все-таки подала тебе подаст она встречная иска если вы не подали вот вы сидите вы читали кто-нибудь читал из вас гражданский процессуальный кодекс конфликтологи такие какие-то странные что такое суд процесс там идет судебный вот этого спора этого конфликта тут вот у нас есть медиаторы так далее так судья есть то самый медиатор только не такой искусственный который мы тут сядем будем говорить там не не мы сядем а возможно сядем по решению суда там серьезно все поэтому значит есть кодекс уголовный есть гражданский они расписывают кто за что и как отвечать должен а есть процессуальный кодекс там расписано как это все тянется вот лекция у нас если брать процессуальный кодекс я вы приходите я встаю вы говорю здравствуйте вы встаете как бы тоже здоровый потом начинается лекция когда заканчивается когда это вот процесс а вот судебный процесс так полностью расписан чего начинается вот наверно слышали видели в кино чего начинается суд скажите пожалуйста вот насколько вы внимательно были чего всем встать суд идет молодец так она уже натягивает на зачет уже серьезно идется за я дальше что ну все вошел суд дальше что происходит чел на моего я к вам уже нет вопросов вы уже играли теперь давайте другие дальше то что еще ну пришелся и что ну да здрасьте ну конечно самом начале сразу по какому делу так не бывает вот этим зарывается да и что она здоровается вы представляете или она представляется суя представляется или нет она же будет вас судить раз служить судье представляется значит суд составе судьи такой-то или судьи такого-то и секретаря суда такой-то или такого-то. Так? Она представилась и спрашивает. А дальше некоторые товарищи вот это пропускают. Допускаете ли вы, доверяете ли составу суда? Обязательно все спрашивают, обязаны. Но если они этого не спросят, можно суд этот объявить недействительным. Потому что нарушена процессуальный кодекс, она не спросила этого. Вот, допустим, я бы пришел на лекцию, так, доверяете ли вы мне лекцию читать вам? Нам это не вменяется, мы спрашивали. Считается, дескать, я иду от университета, от буржуазии. У нас же государственный университет, а вы вроде должны, вот мы вас будем заставлять, а вы должны сдавать зачеты. Ну так у нас построено. Я не должен, не обязан, нигде не написано, что я обязан представляться, но вы можете узнать по расписанию. Из своих секретных источников, которые в интернете вы можете узнать. А вот судья должен представить. Доверяете ли вы составу, доверяете ли вы меня как лектору? Вы говорите, нет. Бывает такое? Я не видел. А вот у меня такие случаи были, когда я говорю, нет, не доверяю. Я объясняю, почему. Это неважно, что я объясняю. У меня были там причины, я придумал, чем объяснять. Тем, что мы сидели там два часа, ожидали. Это ради судья, который не повесил хоть через сколько времени, когда будет начинаться дело наше, с номером нашим. Ну вот, я объявляю, что я ему не доверяю. Судья в этом случае по Гражданскому процессуальному кодексу и по Уголовному процессуальному кодексу то же самое. Только имеется в виду другие нарушения рассматриваются. Одни не тянут на то, чтобы сесть в тюрьму, а другие тянут на то, чтобы кто-то может сесть в тюрьму. А в остальном разницы нет. И когда ему судье говорят, что нет, не доверяю, ну и там кратко сказали, почему. Она обязана или он обязан прекратить заседание тут же. Уйти в совещательную комнату. А совещательная комната называется так, потому что раньше, в советское время, судьей было трое. Избирали судью, 5 лет населения. И два заседателя народных заводов на один год. Допустим, вот вы и вы будете сидеть. Я, допустим, квалифицированный юрист, а вы из вуза, а вы из такого-то предприятия. А голосовать-то мы будем трое. Если я вас не убедил, несмотря на то, что я юрист, а вы не юристы, суд-то народный, вот вы и проголосовали, и не получилось то, что я хотел. Поэтому мне даже взятку бессмысленно давать. Потому что что у меня будет давать? Идите, вот им давайте. Идите отсюда. Я вообще честно. Вот была картина. А сейчас осталась комната только совещательная. Потому что смешно, если я иду совещаться, и только я и иду туда. Представляете? Ну, это вроде как я бы лекцию здесь читал, а у вас бы не было никого. Иногда я так считаю. Значит, запишем, потом просмотров будет не меньше. Это не страшно. Но для судей это очень смешно. Дальше. Вот это тот момент, когда вы перехватываете инициативу. После этого судья очень будет к вам внимательно. Очень. Она скажет, она потом скажет, что она ни в родственных отношениях с вами не состоит. Что она отвод взяток не получала. И так далее. Она оправдается, скажет, я отклонила вашу отводку. Но потом будет очень внимательно к вам относиться в течение всего заседания суда. Я вам гарантирую. А дальше? А дальше вот вам не повезло. Вы были не истец, а ответчик. Вот как вы и хотели, ответчик, отвечать, защищаться. Вот и будете защищаться. А как защищаться? А так, она спрашивает судья. Следующий вопрос. Некоторые люди все ждут, когда им дадут слово. Это все ждут, когда их позовут. Ну, вы же какая должна быть позиция активная в суде? Вы же спор ведете. Ну, если спор, то все надо делать. Вот я вам скажу, а вы скажете, что вы такое сказали. Ошеломить же надо. Поэтому вы, вас судья, следующие слова пропускают мимо ушей неопытные люди, а опытные люди слушают. Судья говорит. Какие есть до начала судебного заседания, на котором не вы будете выступать, а он, потому что он дистец, а вы ответчица. Какие будут на начале судебного заседания, будут заявления, какие документы представляют, доказательства будете, какие представляют письменные. Вот у меня тут три этих документа есть. Вы говорите, это по поводу того, как он там человека избил. Это вот по поводу того, как он пьяный приходил. Это по поводу того, что он вообще не работает и не учится. Она говорит, какое-то имеет отношение делать. Самое прямое. Потому что то, что он совершил, вот это и просто следующий акт вот за этой цепи. И все. Кратко очень. Это вам тут, если вы начнете долго тут разговаривать, в начале. Это как бы еще не начали. Не начали, но вы уже на него много чего сказали. А он все думает, он истец, сейчас он начнет выступать. А вы все про него рассказываете, 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 рассказываете. Ну и так далее. Есть самые разные приемы. Теперь, вот допустим, вот вы будете судиться. Вы одна пойдете в суд? А с кем вы пойдете? С адвокатом. А что, денег у вас много? Дайте взаймы тогда денег. Видишь, уже я выяснил, у кого есть деньги. Вы тоже с адвокатом пойдете? В асторию есть деньги? Ну вообще, наверное, те, кто здесь учится, наверное, есть, имеют деньги. Потому что прожить неделю на степендию нельзя. Я говорю, вы такое делаете. То есть кто-то их, возможно, родители. С адвокатом. Это не узбраняется. Но адвокаты, я хочу вам сказать, кто такие адвокаты? Адвокаты – это люди, которые получают от кого деньги? От тех, кто их заказывает. А у кого денег больше? У бандита, который у вас забрал, допустим, 200 тысяч, или у вас? Бандита. Кто заплатит больше адвокату, бандит или вы? Вот у меня тут был знакомый, у нас сидел в парткоме, товарищ Денисов Юрий Александрович. Жена у него работает в коллегии адвокатов городской. Говорит, я как к ней прихожу, там сидит весь преступный мир. У нас преступников можно защищать? Если вы будете защищать преступника, это нехорошо. Я буду защищать преступника, тоже нехорошо. А адвокат – это нормально же? Да. Нормально. Вот они нормально защищают. И вот представьте себе адвоката. У него такая дилемма. Вас защищать? Или того, кто вас ограбил? Потому что тот, кто вас ограбил, половину денег отдаст адвокату. И вот будут с адвокатом хорошо так доказывать, что вы виноваты. А вы, ну что вы, вы же понимаете, вы же в суд пришли. Вы пришли в суд в тех условиях, какие есть. Одни богаще, другие беднее, одни могут заплатить, другие не могут. Но вы отчет товарища-то не пригласили. Вот у вас паспорт есть? Вот человек с паспортом. Вы можете ее пригласить представителем своим. Пока еще не убрали. И ее можете представителем своим, и ее, и вообще всех остальных представителей. И тогда получается, вот он тут только говорил, 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 да, да, все, много говорил. Как пошли потом ваши представители, а вы не выступаете пока, вы последние. И они выступают, выступают и рассказывают, какой он плохой. Арсидия слушает и слушает. Смотрите, сколько каких людей хороших, прекрасных рассказывает, что он плохой. Ну это точно он плохой. И, наконец, она в конце подводит туби. Нормально? Ограничивая вас законодательство, сколько у вас даже может быть представителей. Вас ограничивает одно. Судья скажет, что стульев у нас столько нет. А мы в таких случаях говорим, а мы сейчас из коридора принесем. Это событие должно быть для суда. А потом, а мы это интересно судим, вот такая жизнь, одно и то же, все спорят, сюда, сюда. И тут вдруг пристал много людей. Судья одна, она говорит. Я решил сделать лучше для большего количества людей. Вот, скажем, когда я судился с комитетом по печати администрации Санкт-Петербурга, как главный редактор газеты «Народная правда» и директор ООО «Редакция газеты «Народная правда», я набирал 7-8 представителей. И двух адвокатов для мебели. Почему для мебели? Потому что они все как пчелки. Им говоришь, давайте так, вот вы выигрываете, мы вам даем 10 тысяч. Он говорит, нет, заходку в суд. А сколько заходку в суд? Что он придет и будет тут сидеть и выступать. Он говорит, тысяча рублей. Нет, я заходку тысяча рублей не дам, 500. И у меня было два адвоката сидело. И они всегда... Это же люди, которые потом имеют дело с прокурором, с адвокатом. Им ни с кем не надо ссориться. Потому что они за вас ссориться будут. С прокурором, с судьей не будут. А вы-то вот, если вы простой человек, а вам-то что? Вы его увидели сегодня, больше вы его не увидите. Ни адвоката, ни прокурора. Поэтому приходим мы... А долго мы судились, иногда два раза в неделю. И вот приходим в северо-западный суд арбитражный. И читаем, написано. Третье лицо прокуратуры Санкт-Петербурга. Мы судились, вот скажем, газета судилась с комитетом по печати. То есть, какое третье лицо? Нет никакого третьего лица. А третье лицо может быть, если кто-то представит, предложит. Судья выслушает ту и другую сторону и примет решение допустить. А третье лицо имеет право выступать, требовать документы, делать заявление от себя. И получится, что против вас и судья, и третье лицо, и еще этот самый истец. И бедные вы, и несчастные. Поэтому это допустить ни в коем случае нельзя. Я говорю, вызываю этих адвокатов, говорю, так, вот вы сейчас, как только будут говорить про третье лицо, вначале вы сейчас... Потому что если начало пропустите, уже пойдет заседание. А если пойдет заседание, все, уже это третье лицо пойдет. Вначале говорит судья, что присутствуют такие, такие, истец, и ответчик, и третье лицо. Нужно сразу сказать, нет у нас третьего лица. Вот я им все объяснил, как делать. Ну это адвокаты, это не студенты, взрослые люди. И что вы думаете? Хоть думаете, хоть встал хоть один адвокат? Они по 500 рублей получают хорошо за каждую ходку суд. И встали? Ни за что. Я знал, что они не встанут. Потому что я знал, с кем умею дело, и вас хочу предупредить. Поэтому я встаю и говорю, а у нас нет третьего лица? Нету. Судья мужчины был такой. Поэтому то, что там написано, не соответствует действительности. Не было такого решения. Судомеров нам нету. Развеска донесла, что товарищ, который с нами судился, он работал раньше в городской прокуратуре. И вот он по этим связям решил сделать. Судья говорит, это ошибка. Через месяц приходим, и опять висит третье лицо прокуратура. Я опять вызываю этих адвокатов своих. И говорю, вот встанете и скажите. Думаете, они встали и сказали? Нет. Убить нам не разрешено этих адвокатов. Ну что с ними делать? Ну как вот его заставишь, адвокат? Короче говоря, опять. Говорит, третье лицо судья. А у нас нет, я стою и говорю, у нас нет третьего лица. А на них я, я знал, что они не скажут. Потому что если бы на них надеялся, я бы прозевал этот момент, уже потом не скажешь. Нам надо смотреть в оба. Короче говоря, что такое суд? Это состязание. Как бы вы играете в волейбол. Противник против вас гораздо более сильный выступает. Так? Мало того, судья этого матча будет подыгрывать ему. С каким счетом надо выигрывать, чтобы вы выиграли? 0-0. Выигрывать надо, а вы 0-0. Чего у вас такая пораженческая позиция? Как вы победите кого? Вот человек сидит, он не сомневается, что он выиграет. А вы все вот и защититься. 0-0. Почему 0-0? 8-0 надо добиваться. Тогда судья припишет, еще четыре поможем, он же помогает. Судья у нас независимый или зависимый? Зависимый. Ну зависимый. Ну как можно быть независимым? Как можно жить в обществе и быть независимым от общества? Мы с вами философией занимались? Да. Ну как общество, как независимый? Ну ты от завтрака зависимый или независимый? Зависимый. Ну ты от завтрака и от обеда зависимый. Ну как независимый? От зарплаты зависимый. От стипендий зависимый. От ректората, от деканата, от преподавателя зависит. Это ужасная же судьба студента. Вот придёте ко мне зачёт сдавать, я могу поставить, могу не поставить. Это ужас какой-то. Согласитесь, это чёрт-те что. Вот берёт, он и ставит. Один. Хуже судьи. И спорить нельзя. Ну как спорить? Можете спорить, скажут, хорошо, комиссия. В комиссии кто придёт? Ваши друзья или мои друзья? Ваши. Они что скажут? Как мне напишут, Михаил Васильевич проявил гнилой либерализм. Давно надо было выгнать этого студента. Ничего не понятно? Вот мы с вами, конфликтологи, конфликтологи, они не сказки рассказывают, они смотрят, как на самом деле. В какой ситуации могут люди оказаться? Потому что самое страшное не то, что ты в этой ситуации окажешься, а что иллюзия у тебя другая. Ты думаешь, что ты сейчас станешь на твёрдое, а это на самом деле что-то скользящее и упадёшь. Поэтому не надо никаких иллюзий. Судья надо выигрывать 8-2. И со счётом 8-6 вы победите. Потому что подыгрывать кто-то будет вашему оппоненту. Короче говоря, это вот непростая такая штука. Это же индивидуальный трудовой спор. Здесь работник один, один, сам должен выкручиваться. Вот он товарищей пригласит. А эти товарищи, вот насколько у нас сильный профсоюз докеров, когда их предал их председатель Моисеенко Александр Николаевич, вот они попросили, чтобы их защищали. Один адвокат был, которым, так сказать, и раньше у них использовался, Тихомиров Сергей Геннадьевич. Меня попросили защитником выступить профсоюза докеров Санкт-Петербурга. И выступал товарищ Вейдотов, вице-президент Фонда Рабочей Академии. Он заместитель председателя профсоюзной организации ЗАО «Первый контейнерный терминал». Вот мы трое выступали и защищали. И что вы думаете, там выступали кто-нибудь из докеров? Во-первых, в суде никто не выступит. Если он, вот так, как мы с вами говорили, если бы его представители не записали, они в представители записали только нас вот троих. Три человека могли только защищать профсоюзную организацию, а могли 33 записать. Никто вы не надо спрашивать. Вот представители даете документы и все. На представителя. Моим представителям подписывается. Вот моим представителям будет вот она. Она будет говорить, выступать. А я вообще буду молчать. А зачем буду говорить там про меня? Лучше, когда про меня хороший кто-нибудь другой скажет, правильно? Чем я буду? Я хороший, я молодец. Послужит, вас слушает, нахал. Сколько хвалит сам себя? Против. А тут, понимаете, другие хвалят. А когда вы хвалите одного, заодно скажете про другого. Короче говоря, вот индивидуальные трудовые споры в суде. И вот у нас товарищи увлекаются, в том числе среди конфликтологов, медиации. Кто в середине? Вот тут самая медиация. В середине стоит кто? Судья. Считайте, что он медиатор. Вот товарищ Карпенко у нас. Мы с ним всегда неоднократно в профсоюзников поступаем вместе и совместно. Он как раз вот эту линию рассказывает. Но мы должны прекрасно понимать, что вот медиатор может при этом оказаться союзником одной из сторон. А может не оказаться. Но судьи, уж точно не вашего, ни с того, ни с сего сторонники, они... У нас в суде есть... Чем руководствуется судья? У нас суд ищет истину или нет? Нет. Нет. Вот есть товарищ Бастрыкин, который у нас из нашего университета, был старостой группы у товарища Путина. Товарищ Бастрыкин Александр Иванович. Он был у нас замсекретарем партфолмы по идеологии, а я его подчинением находился, как замсекретарем парторганизации экономического факультета здесь. И вот он сейчас ставит вопрос о том, что надо вернуть в процессуальные кодексы, что суд истину устанавливает. А сейчас знаете, что написано? Что процесс носит в суде состязательный характер. То есть, если я вас переговорю, значит, судья за меня, вы меня переговорите, за вас, а суд не должен устанавливать. Ничего не удалось. Вот председателю Следственного комитета, высшему там чину, так сказать, чину, который имеет колоссальный авторитет, ему не удалось провести эту линию, чтобы суды устанавливали истину. Значит, состязательный характер вот кто-то. Вот поэтому я и говорю, вот у вас много пришло, потом вы все выступаете, а вот эти все молчуны. Ну и промолчали, и все, и сто раз он прав. И не выбирает. Поэтому решение судов бывает справедливое, не справедливое. Зато он сказал, вы можете оспорить в течение скольких дней. Вот спор же сейчас, мы рассматриваем спор. Этот бедный, нечастный работник, который судился со своим директором и требовал, чтобы ему платили столько и сколько положено, и вот он, значит, проиграл. И он тогда решил куда? В городской суд. Он в районном суде, он в городской. У нас хорошее название имеют мировые еще суды, мировые суды, знаете, да? Вот есть европейский суд по правам человека, а если вы в европейском проиграете, обращайтесь в мировой суд. Логично было бы, да? Но мировой как раз самый нижний у нас. Нижний уровень по мелким каким-то вопросам, которые до районного суда не доходят. Мировой суд. Суд носит состязательный характер. И эта состязательность совсем не связана с истиной, формально. И вот товарищ Мордо обратился в городской суд. А в городском суде все рассмотрение минут 15. Ну вот, как говорится, мне... Я вам рассказываю немножко теории, а немножко и практики, потому что я вот как президент фонда рабочей академии представляю зарегистрированное общественное объединение. И вот налоговая инспекция решила в 96-м году, а мы в 94-м году были зарегистрированы, что надо нас закрыть, потому что другой уже закон, там нету такого. Сейчас теперь не общественное объединение называется, а общественная организация. А мы общественное объединение. Я попытался там как-нибудь поменять устав и зарегистрировать, невозможно. Тогда я понял, что надо стоять на своем. И вот подала в суд налоговое, а записано, что согласно закону, может быть закрыт по решению суда. Значит, раз по решению суда, значит, суд может закрыть, может не закрыть. И вот я вот набрал все, что выпустил, фонд рабочей академии, и книги, и газеты, и так далее. И с пламенной речью о том, что тут бандиты ходят, там пьяницы, там то, там все. Вот фонд рабочей академии просвещает, рассказывает, учит людей. А налоговое, ей только бы закрыть это. И так у вас, она же не заботится о том, как людей просвещать, а как бы закрыть. Судья такая, Сухарева была, в Кугышевском суде. Она говорит, налоговое, говорит, а вас могут закрыть по решениям суда. А я говорю, да, конечно, могут по решению. Но суд, раз написано по решению суда, вот как судья скажет, так и будет. Судья понравился, проголосовал за нас. Мало того, нас потащили в городской суд, а там три тетеньки выходят. Там уже настоящий суд, три тетеньки. Ну и на 15 минут. Вам дают слово пять минут или три. В другой стороне два слова, три. Ну у нас двое было уже, один был представитель у меня. Он не адвокат, но представитель любил, чтобы у нас было в два раза больше разговора. Хотя и по три минуты уже шесть. А налоговая суровая там женщина такая была. Да мы сейчас вот обратились в суд, а потом мы будем вообще без всякого суда закрывать этих, кого считаем нужным. А тетеньки так просмотрелись к ней, иначе без суда будете закрывать, да? Хорошо. Выбегай, прибегай, отклонись. И вот мы, написано было фонд рабочей академии против министерства юстиции Российской Федерации. Хорошая надпись была. И мы выиграли. И все. То есть, когда я вам говорю, что в суде такая обстановка, что тут не надо думать, что у вас тут союзники, это не значит, что нельзя выиграть. Если вы хотите выиграть, надо готовиться. К спорам надо готовиться. и знать некоторые приемы, и не пропускать моменты. Короче говоря, как вы понимаете, если это обыкновенный рабочий пойдет судиться, ему картуз на лоб надвинут, и с этим он уйдет. И пошли они солнцем полимы, повторяя судей его бог, разводя безнадежно руками, и покуда видеть их мог, с непокрытыми шли головами. Это все у нас отражено к нашей русской поэзии. Вот это вот индивидуальные споры. Вот в суде можно спорить, а в никаких других мест где спорить, ну вот кроме вот такой организации, которая называется Комиссия по трудовым спорам, которая в большинстве случаев вы не найдете, но в большинстве предприятий ее нету. и никто не обязан ее создавать. Так они сохранились кое-где исторически. И все, вот и больше спорить и негде. А как вы будете спорить с начальством? Это потому, что плевать вверх. Плюнешь и тебе же упадет. Я не говорю, что не надо спорить с начальством, я сам все время спорю. Надо просто понимать, что упадет. Так, так что надо вот к этому готовиться. и конфликтологи это люди, которые поддерживают передовое вот в всяком конфликте. Не любую сторону поддерживают, лишь бы конфликта. Такую сторону, которая прогрессивная, а реакционная наоборот ее так немножко поддавливает. Я правильно понимаю? Так и на Конгрессе было конфликтологов. Вы участвуете в Конгрессе конфликтологов? Третья международная, нет? Да. Подали? Уже в перспективе. А? В перспективе. Что значит в перспективе? Подали? В процессе. Так. Встановление, подача. Все, встановление. Текст написали на четыре страницы? На четыре. Почему? Потому что мы сказали на полтора листа писать. Что? Сказали писать на полтора. Так тем более должны были написать. Так где? Написано полтора? На полтора написали. Отдали? Нет. А почему? Вы не отдали, а я отдал. Потому что в процессе. Так почему вы в процессе? Вот я конфликтолог как бы вот тут частично. Так сказать, я даже кафедра у меня официально другая. А вы еще не подали. Ну что вы не подали? Вы что, считаете, что позже надо делать или раньше лучше? Позже. Позже? А позже скажут, вы уже опоздали. Всегда много. Знаете, чемодан, чемодан, прибежал, все хорошо собрал, но самолет улетел. Новый прилетит. Не новый прилетит, а будете вы старик. И так все самолеты мимо вас будут пролетать. Так что вот, есть еще тут не подавшие? Так вы участвуете? Я так уже подал. Ну что у вас тут? Друзья конфликтологи, вот, все мы тут с вами друг друга знаем хорошо. И тут вы не подали. Это не хорошо. Какие-то там просто раз других кафедр подают. Как вы это терпите? Это вообще недопустимо. Я считаю, безобразие. Так. Теперь значит, фиксируем, что больше никаких возможностей для ведения индивидуальных судовых споров с результатами. Ну так, вы можете с кем-то говорить, высказываться, только не обзывайтесь, потому что могут привлечь. То есть, надо аккуратно высказываться. Никаких возможностей нету. И в кодексе ничего про индивидуальное трудовое спор не написано. Этот вопрос не регламентирован вообще. Нету его в регламенте. Нечего ждать оттуда советов. Это советы, которые я вам дал, это единственное, что вы официально получили. У нас официальная лекция в государственном университете. Я официальный профессор по кафе экономики и права. Я вам советы дал. Не говорите, что вам никто ничего хорошего не советовал. Так, значит, есть коллективные споры, но коллективные споры так называются и то, что на самом деле конфликты, а мы с вами должны выделить в трудовом кодексе то, что относится именно к спорам. Так вот, там есть такой раздел «Коллективные переговоры». Коллективные переговоры. Кто прочитал что-нибудь про коллективные переговоры? Вот я вам давал хорошую рекомендацию прочитать кодекс. Почему? Потому что кодекс, он может кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот мне может что-то не нравится, а может не нравится. Но кодекс это закон, а закон подкрепляется силой государства. Поэтому с ним приходится считаться. Правильно? Но надо знать как пользоваться этим законом. Так что закон не нарушили, а свою задачу решили. Поэтому наши занятия будут более эффективными, если вы прочитаете трудовый кодекс Российской Федерации. Почему? Вы, наверное, видели, как у нас обозначены наши лекции. Лекции обозначены так, что лекции а потом семинарские. Это что означает? Что мы можем прерывать лекции и дать вам слово, вам дать слово, вы выступите, вы выступите. Правильно? Это же хорошо. Но если вы не прочитали, как вы будете выступать? То есть надо иметь какую-то общую единую базу. Это во-первых. Во-вторых, я вам сказал, что вам нужно будет каждому написать рецензию на коллективный договор. Значит, их два. Можете уже писать. Один коллективный договор висит на сайте фонда это оба одного и той же организации АО первый контейнерный терминал. Один договор висит на сайте фонда Работной Академии главный. Ваим Игорьевич, у меня лекция. Я перезвоню профессор Марахов. Заслуженный деятель науки. Нельзя же просто не брать. Так вот один как бы он закончился семнадцатым годом, но на нем написано четырнадцатого года, потому что он продлен был на три года. И он хороший. Хороший в том смысле, что очень много пришлось туда удалось включить. Очень важные положения, улучшающие положения работников. А потом были новые переговоры. Составлен новый коллективный договор. И он висит на сайте Московского отделения Фонда Работной Академии. И там условия уже для работников хуже. Хуже. В том числе исключено положение повышения уровня реального содержания зарплаты, в котором я тоже принимал участие. Ну как-то так насчет повышения реального содержания зарплаты. Сейчас у нас уже пять лет снижается уровень реального содержания зарплаты во всей экономике. они вышли против течения и уже по течению поплыли. Вы можете взять либо один коллективный договор для анализа и рецензирования, либо другой, либо взять оба и сделать сравнительный анализ. И каждому будет предоставлена возможность здесь выступить. А то только в одном меня записывают и вас запишут, как выступаете, конфликтовы, и анализируете коллективный договор. Кто раньше подготовится к этому, тому и слово. Все это будет учитываться и облегчать будет тяжелую ношу, связанную с чем? Зачетом. Зачетом как бы должен вырасти в ходе. Уже ясно будет, кто кому ставить зачет, правильно? И вам ясно, и мне ясно. Что предполагается будет рецензия трудового догоха? Это предполагается, что вы должны научиться вообще оценивать такой серьезный материал по своей теме. Это тема о коллективных трудовых спорах. Потому что для того, чтобы такой заговор заключить, хороший, пришлось пройти целый ряд забастовок. И без забастовки хороший коллективный договор заключить нельзя. Наверное, вы понимаете, что коллективный договор это договор между работодателями и работниками, из которого вытекает, что если улучшить положение работников, значит надо вот эту норму эксплуатации, которая есть, немножко уменьшить. То есть часть денег, которые уже забрал работодатель, обратно их вернуть работнику. И как понимаете, это без забастовки. Никакими словами, никакими обсуждениями, спорами невозможно сделать. Только забастовка. Поэтому зависит от того, как люди себя поведут, от этого зависит, что там было. Поэтому вот интересно, насколько это отличается от общей средней мерки, которые есть в других местах. Вот люди, которые не делали этого, не боролись за коллективный договор, они получают допустим 40 тысяч. Вот те же самые докеры получают 90 тысяч. 80-90 зарплаты. Соответственно, и условия труда они добились. У них там в протоколе есть целый ряд приложений. Они сначала по главному договорились, а потом по отдельным приложениям отдельные переговоры. Допустим, мы с вами еще не договорились обо всем. И вот так все время мы ни о чем не договорились. Это хорошо или плохо? А мы договорились с вами о главном, и уже все, уже живем. Это уже часть у нас. Уже здесь у нас споров нету, споры только по этим. Потом еще по одному вопросу договорились, приложение номер один, потом приложение номер два, потом приложение номер три. И этот конфликт у нас не пропадает, а он как бы сокращается, поле конфликта, меньше, меньше, меньше. И вот по этим вопросам иногда записывают в коллективных договорах, что по тем вопросам, которые урегулированы коллективным договором, работники берут обязательства не выставать по этим вопросам. А такого обязательства вообще не выставать ни по каким вопросам только дураки берут. То есть вы отказываетесь от конституционного права, у вас другого способа защиты нету никакого. Но это так сказать вот некие наши перспективы, это вы можете дойти вот на два сайта посмотреть, выбрать для себя решить. И вы должны оценить, а как оценивать, что здесь позитивно, почему это важно с точки зрения нашей науки конфликтологии. Это же реальный объект, это многотысячные коллективы, которые занимаются очень серьезным трудом. И на самой современной супер современной технике, погрузчики у них трехэтажные. иногда я наблюдал такую картину, когда подъезжает огромный погрузчик к трехэтажному дому, где сидит бухгалтер, и оттуда рука этого водителя-погрузчика бумажку переведет к бухгалтерию с третьего этажа. в кабине компьютер, есть целый стеллаж, где стоят контейнеры двадцатифутовые, и по программе можно вычисли, где находятся, снимают, они снимают, достают, везут, и так далее. Но можно рассматривать это и по-другому. У нас была такая система специальной оценки условий труда, когда работодатель заказывает лицензированную организацию, платит деньги, и она делает вывод, что вот эти работники на свежем воздухе работают, на берегу моря, и что-то еще требуют, можно сказать, у них курорт. Хотя, как вы понимаете, есть, скажем, радиоактивные вещества и прочие всякие вредные и прочие элементы, их перегружают тоже докеры, так что работающие и вредные и опасные. То есть вот что там в этом опыте, что интересно, потому что особенно это интересно на фоне нынешних всяких разных протестов. Если я протестую, это я за что? За свои права. Нет, если я протестую, это я против того, что со мной делают, и все. Но я протестую же. Это вы за свои права, тогда вы не протестуете. Протестую против нарушения моих прав, следовательно протестуете против. То есть я вот туда не пойду. А куда я пойду? Против. Нет, туда я не пойду. А до кого против? А против сколько существует вариантов, куда я пойду и что подходит под понятие против? Много. Не много, а бесконечно много. то есть это бесконечное отрицание, бесконечное отрицание с точки зрения философской. А самое как покончить с этим отрицанием позитивное начало, чтобы у вас было. Вы пойдете, вы не против, а за. А за что? Вот за что? Это надо думать головой. Ну против всего могу выступать, ничего думать не надо. Собчак была против всех. Баба-яга была против всех. Так Собчак и есть Баба-яга. Что тут такого? Я, правда, с ней не имел дела, а вот Собчаком имел, когда у нас был здесь ректором. Нет, он ректором у меня, он входил в ученый совет. А потом стал мэром Санкт-Петербурга. А до этого он имел два кооператива. В этих двух кооперативах они придумали так, что были члены кооператива и наемные работники. То есть они придумали, как сделать под видом кооператива в капиталистические предприятия. Так что он вот привез нам вот эту систему снова наемного труда и эксплуатации. А первые кооперативы у него были юридические такие. Он был заведующим кафедрой хозяйственного права. На юридическом скутите. Так, возвращаемся к нашим баранам. Нам нужно вот теперь перейти к спорам по существу, а для того, чтобы спорить, нужно сформулировать позицию не против, а за. Вот если я хочу выходить со мной спорить, вы должны сказать, за что вы, а я скажу, за что я, и тогда можем спорить, правильно, конструктивно. А если я вот буду что-то говорить, а вы только против, вы против, вы тогда у меня будете гарнир. Но мне надо демонстрировать, что я демократический человек, я вот делаю, делаю, а вы все против. Видите, я ее выслушал внимательно и сделал как считаю нужным. Но если она что-нибудь там переступила, то и дубинками можно побить. У нас дубинки сейчас же, кто их привел сюда, дубинку в России? Дубинки были в Советской России или в Советском Совете? Были? Не было. Их вот эти либералы привели. А теперь они выступают против дубинок. Вот люди бьют дубинок. Давайте дубинки отменим. Не, не хотят предлагать. Давайте, предлагайте, давайте отменяем, я поддержу. Если только дубинками били, ну с чем угодно бить? Ну если вы ввели в законодательство, что можно бить людей, то будут и бить. Кто ввел в законодательство? Вы, я или вот эти либералы? Вот эти либералы ввели. Так надо их бить дубинками. И правильно делают. Я за то, чтобы их били дубинками. Но они другое дело, что увлекают людей, которые к этому больше гораздо бьют. Вот вы когда что-то хорошее делали, вас били, что ли? Что вас будут бить? Чего? Родители вас за хорошие поступки не бьют? Страна вас не бьет за хорошие поступки? Ну что-то создали что-нибудь. Вы создали что-нибудь? Чего вы не сдали тезисы? Вот вы тезисы не сдали, я уже на вас нападаю. Вы такой тезисы не сдал, Конгресс приближается. А вы сказали, вот я написал, и там я написал что-то умное и хорошее. Умнее, чем вы. Я поднимаю руки, вы написали, а спор будет на Конгрессе. Давайте вопрос. Когда я создаю митинг или начинаю революцию, я создаю что-то хорошее или что-то плохое? Чего-чего? Когда я начинаю митинг и полагаю начало революции. Ну, как может? Ну, вот вы, зря я вам поставил хорошую оценку. А вы правильно сделали, что сейчас только начали так высказываться. Я бы не поставил вам. Ну, революция это что, молодой человек? Переворот. Революция переворот? Любой переворот революции? Нет. Вот, это вот, ну, вот уже это разговор. Значит, если это просто переворот, если люди хотят совершить переворот, не только их дубинками, их застрелить могут. Ну, как вы думаете? Вот представьте, вы вот возглавляете Росбордию, а я вот вам рассказываю, ну, тоже, мы поменялись местами, там вот готовятся вот эти перевороты хотят сделать. Ну, сейчас, говорят, мы тогда. А вы вооружены хорошо против переворотов? Естественно. Ну, ну, во время переворота можно убивать людей? Можно. Это у нас нету наказания такого, смертной казни, а убить, когда начинаются перрористические действия и перевороты, запросто, застрелят, и все. Застрелят, если переворот. А революция, это что такое? Это что, всякий переворот революции? Нет. Нет? Ну, правильно, все знает. а что вы это забыли, что ли, просто смотрите, если ситуация такая, вы говорите о том, что, соответственно, государство поощряет хорошее действие и... государство не для поощрения создается, а для насилия. Это мы с вами изучали. Вас удивляет, что государство применяет насилие? Назовите меня государство, которое не применяет насилие, хоть одно. Напряги, и я не могу. Поэтому, странные люди, вот не изучавшие философию, они насилие применяют. Так это государство же. Государство, это машина насилия. Ваше государство, вы будете насилие применять. Мое государство, я буду применять насилие. И ее государство, она будет применять насилие. Но только если мы разные классы, правда? Просто это не одного лица государства, а класса. Ну какой класс сейчас у власти? Вот тот класс, который есть у власти, которому принадлежат эти либералы. Поэтому они-то хотят сделать как раз переворот. Потому что, так сказать, среди очень много людей, которые получают деньги из-за границы. Партия Яблоко получала по данным коммерсант деньги. Я как главный редактор вот имел эту информацию, мы ее напечатали в газете «Народная правда». Яблоко финансировало ЦРУ. Вот они и ходят с этим. А что они требуют? А что они требуют? Они против? Вот великая беда, кого-то не зарегистрировали. Да это вообще плевать народу на то, что кого-то они зарегистрировали. Они чего хотели-то, когда их зарегистрировали? Вот у вас не только зарегистрировали, но прошли в Думу. И там сколько было депутатов. И все проголосовали за то, чтобы лишить вас 840 тысяч рублей и пенсии вам оттянуть. Вам на 5 лет, вам на 5 лет, и вам на 5 лет. Сейчас хорошо, что вы сейчас молодой. А у вас, когда будет, так сказать, другой возраст, другое время, и по родителям вы, наверное, тоже понимаете, что это такое. Это же люди все проголосовали. Поэтому какие-то у вас иллюзии есть в отношении тех, кто хотел зарегистрироваться? Они зачем туда идут? Ну, кто туда пришел? Вот мы смотрим по депутатам, думаем. Кто там такие? Каждый имел право, каждый депутат имел право внести законопроект. Правильно? Вот вы имеете право законодательной инициативы? Нет. Вы не имеете? И я не имею. А они могли? И кто внес? Один человек, правительство. А эти все, оболтусы, сколько их сидит там? И тут стоит вопрос, почему они не внесли? Потому что они такие же, как те, которые сейчас рвались на эти места. А это люди, карьеристы. Обычные карьеристы, которые идут туда, на теплые места. Особенно, когда это касается вот таких коммунальных воров. Тут можно получить помещение с телефонами, заниматься бизнесом. И чтобы вы, так сказать, что хотите, как будете конфликты разрешать, они будут иметь большие деньги и станут бизнесменами. Вот и все. Ничего там нет. То есть абсолютно каждый депутат, карьерист. Он не заботится обществе. Да, да, да. Как показали события, вот сейчас каждый депутат, ну как, вот уж факт был, вот ставился вопрос для жизни всего народа. А то есть давление на них никакого не может оказываться со стороны? Какого? В плане, если они хотят привести какую-то законодательную инициативу. Какое давление? А по 400 тысяч рублей получает в месяц. Какое давление? О чем вы говорите? Депутат получает 400 тысяч рублей в месяц, а пенсия у него по другому закону будет. По закону о пенсии о пенсии 75% от дохода. Кто получал пенсию 400 тысяч, будет получать 300, зарплату. 400 будет получать пенсию 300. Ваша мама или папа сколько будут получать пенсии? В разы меньше. Ну ты да. Я могу и вам свою пенсию обнародовать. 19 тысяч кусочков. У меня есть уже пенсии. Если что. Ну это не 400 тысяч. А есть два закона. Один о трудовых пенсиях в РФ, очень интересно называется, а другой о пенсиях госслужащим. Отслужили 10 лет и все. Вы говорите, кто? Так вот все они там сидели. Все сидели. Это же не пустяковый вопрос. Был бы вопрос какой-то. Ну вот мы взяли бы вопрос там об уборке, об озеленении. Это частный вопрос. О собаках, как их, так сказать, отлавливать, или наоборот, как их разводить. А это же вопрос который касался каждого человека в нашей стране. И по этому вопросу, ну кого вы видели, хоть одного депутата назовите, который бы подал альтернативный законопроект. Можете назвать? Нет. Я не могу. А вот мы и предлагали товарищу Шейну в свое время. Он там, он наш проект продвигал трудового кодекса. А тут он не подал. Он снова теперь в депутатах все, он тоже озабочен одним. Или вот остаться в доме, или пойти в губернатора, или в мэры Астрахани. И все. А эти, кто хотели зарегистрироваться, для чего они? Чем они себя зарекомендовали? Ну чем они себя зарекомендовали в практической работе? Кого поддержали, кого защитили, кому помогли? Ничем. Поэтому, как вы видите, народ прохладных к ним относится. Прохладных как? Ну бьют, но они полезли и получили. Потому что они все. А в них, они хотят вот то, что вы сказали, это же не сами высказались, они хотели сделать переворот. А переворот, это все у нас запрещенные законом, значит будут бить. Не только дубинками стрелять будут, если будут делать переворот. Вас это удивляет? Думаю, с вами же обсуждали все, что делает государство. Революция это другое дело. Революция это когда поднимается целый класс. И поднимается он, и создает свои органы. И тогда люди из правоохранительной системы начинают поворачивать свои средства, принуждения в противоположную сторону. И очень многие. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас самый сильный орган принуждения какой? У государства. Армия. Армия. Вот скажите, пожалуйста, в 17-м году армия на чьей стороне была? В Петрограде. Был в Петрограде у нас гарнизон Петроградский. Он за кого был? За большевиков или за временное правительство? Ну? И что, кого они тут стреляли что ли? Кого убили-то? Никого не убили. Ничего не стреляли. Кого били, когда была революция в 17-м году? Никого. А, скажите, Аврора пришла, целый корабль. Она и сейчас страшная, сколько пушек там стоит. А еще 500 человек с Северного фронта пришли. Еще Красногвардейцы были вооружены. Но они никого не стреляли. Где жертвы Октябрьской революции? Нет. А где жертвы буржуазной революции? Марсово поле. Идите, там вечно огонь горит. Пусть вечно люди помнят, что когда делают буржуазную революцию, очень много убивают людей. А почему про Октябрьскую революцию вечно огонь не горит? А потому что не убивали людей. Членов Временного правительства что с ними сделали потом? Ленин с ними поговорил и отпустили под честное слово. Потом многие из них можете взять просто биографию посмотреть. Работали и на службе у советской власти. Поэтому никакой нужды забить-то людей. Просто так нету. Кто придумал эти дубинки? И они же придумали. Придумали дубинки после реставрации капитализма в России. Придумали дубинки. А теперь если их придумали, думаете для того, то их придумали, чтобы не пускать. Те, кто придумывали это они. Зачем милицию в полицию переверли? Чем отличаются милиции от полиции? Кто придумал милицию? Когда создали милицию? В Советском Союзе милицию уже создали? Милицию кто придумал? Ну, когда у нас установилась в стране милиция? Сейчас у нас не милиция, а полиция. Когда? Сказать? Вы че вы не знаете? Вы же не из Японии? Но мы же в становлении. А, ну тут, в ответ правильный. Вот, видите, как он вышел? Молодец. Видно, что сдавал. Я свою оценку вы подкрепили. Значит, милицию создало временное правительство, уничтожив корпус жандармерии и учредив народную милицию. Милиция это, по понятию, это вооруженный народ. Люди должны народ охранять. А полиция была до этого. А вот Дмитрий Анатольевич, он истории не знает, и он говорит, вот, в октябрьское время создали милицию. Нет, милицию там рабочую сделали. А милиция, как таковая, была создана, когда появилось временное правительство. А вот теперь вы подводите по телефону, говорят, надо меня защитить. У нас полиция, молодой человек. Это у вас не милиция. Чего это у вас надо защищать? Полиция не для того создается, чтобы вас защищать. Полиция защищает правящий класс. Так или не так, если это государство? Вы правящий класс? Вон, там у вас какие-то денежки уже завелись, вы уже адвоката хотите нанимать, а не хотите нанять охрану себе? По крайней мере, вам сегодня придет много рекламных предложений. Охранная фирма там такая, скат, крокодилы и так далее, предлагают свои услуги. Только давайте платить. Одного бизнесмена убили, он, значит, за ним гонялись все время, ну, понятно кто, компаньоны бывшие. Ведь не милиция за ним гонялась, и не государство. Он сделал для себя клетку и спал, значит, на кровати, которая была в клетке. Все равно пришли, взорвали эту кровать вместе с клеткой. У нас здесь вот проезжал мимо университета один гражданин на бронированном автомобиле. Подошли к нему с базукой, и вот между двумя дверьми выстрелили, и все, не отвело. А был такой один депутат нашего местного парламента законодательного собрания, Новоселов, по-моему, зовут. Вышел, он выходил, он инвалид, выходил из машины. Но бизнесмен тоже. Они своих не жалеют. Бизнес же, дело такое. Подошел человек, положил на автомобиль мину. А отошел, мина через две минуты взорвалась. Ему оторвало голову. Ну и теперь там есть в законодательном собрании такой кабинет имени его. Поэтому у нас такие штуки появились после установления буржуазной диктатуры. Диктатура же буржуазии, что вы хотите. Вас удивляет, что если диктатура буржуазии, то люди, которые что-то там бузят, причем ничего не могут сказать, что оно раздельно за что, они только против. Но если вы против, то вы против власти. Они вот так говорят, мы против власти. Ах, вы против власти? Хотите проверить? Власть вам говорит, не ходите вот в этот день. Мы вам это не разрешаем. Вы не согласовали. Они говорят, а мы пойдем, чтобы проверить, есть у нас власть или нет. Проверили, власть есть. Что тут такого непонятного? Вы сомневались, что у нас власть есть? Нет. Ну вот если у нас есть внутренние войска, это Росгвардия, это мелодия. Внутренняя войска есть. Она хорошо вооружена, как вы считаете? Ну, а зачем делать внутренние войска? Для каких-то внешних задач или внутренних? Поэтому это совсем не использованные ресурсы государства. О чем вы говорите? Потому что нету никакого переворота. Ну, люди говорят, болтают о перевороте. Это их просто побили, чтобы они не болтали зря. И учили лучше. Ну, кому-то в армии говорят, учите матчасть. А вот мы тут говорим, учите учение о государстве. Тогда вы не будете этих глупостей говорить про перевороты. Будете различать перевороты и революции. А революции невозможно остановить. Они же не спрашивают никого. Это вся история. Вот конфликты самые большие – это революции. Больше нету конфликтов, правильно, чем революции. И через них все проходят. Все страны. Все прошли через обладение. Ну, за исключением там некоторых племен. И тоже, в Африке тоже есть обладение было. Потом идет федализм, да. Тоже все через феодальную революцию прошли. Потом буржуарные революции все прошли. Потом идут, так сказать, чередой идут их революции. Их не остановишь. И поэтому, кто выступает за революцию, никто их не трогает. Вот вы выступали где-нибудь за революцию, вас побили, нет? Вот я за революцию выступаю. Меня бьют? Дубинка. Видели, нет? Меня никогда не бьют. Вот я записываю, чтобы потом не говорили, что я против революции. Выступил. А вы за переворот. Вот мы это записали, что вот это. Вы уже на заметку взяты. Так, ну это шутка. В каждой шутке есть доля шутки. А? В каждой шутке есть доля шутки. А? В каждой шутке есть доля шутки. Вы когда в бой идете с открытым забралом или с закрытым забралом? Смотря что за бой. А? Смотря что за бой. Ну как настоящий, если бой. Вы знаете, что такое забралок? Нет? Нет. Ну вот шлем, видите, вот здесь. И вот здесь открывается вот один, значит, ему сказали, что надо идти в бой с открытым забралом. Он забрал это, открыл. А ему копьем туда раз, прямо вот, сюда. И все. А я взял, закрыл, забрал его. Раз. И мимо. Соскользнуло. Поэтому я вам советую, как конфликтологу, чтобы себя сохранить. Идите в бой с закрытым забралом. Ну если в бой. А если это шутка, так тогда можете открывать и себе забрал. И это так мы с вами здесь, как говорится, используем такие вроде боевые слова для словесных баталий. Мы же о спорах сегодня говорим. Вот мы с вами и спорим. Пожалуйста. Чего еще хотите отспорить? Так. Итак. Индивидуальные споры никак не отрегулированы. Мы сказали, что идите в суд. Это, как говорится, вот, кого можно куда посылать? В суд, если что. Вы недовольны? Идите в суд. На меня, если недовольны, в суд. И это не ругательство. И это, как бы, культурно считается. Идите в суд. Вот. А что касается другого вопроса, о том, о коллективных, вот они урегулированы. Коллективные трудовые споры, это целый раздел в трудовом кодексе, надо прочитать. Называется он коллективные переговоры. Что такое переговоры? Если мы переговариваемся, я за одно, вы за другое. Это же спор будет, правда? Да. Ну, поэтому переговоры, это и есть коллективные переговоры, это и есть коллективные трудовые споры. И вот наше государство, которое мы обвиняем, что оно государство буржуазное, оно предусмотрело, правда, за это и рабочие выступали работники, предусмотрело, что тем, кто будет участвовать в переговорах от имени работников, будет предоставлена возможность до трех месяцев освобождения от работы с оплатой по среднему. То есть, допустим, вы слесарь, а вы там механик, а вы токарь, вас освободят от работы и будут платить три месяца подряд, а вы будете спорить, вот сейчас вы со мной спорите, вам ни копейки не дают. Мне-то зарплата идет, вы понимаете, разницу еще? Стипендия. Степендия меньше у вас, чем моя зарплата. Степендия, я сейчас заслужил. Мы становление. Вот и наконец он согласен, что он не заслуживал. Это правильно. Справедливость и равенство даже первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство отстается, неравенство несправедливо. Это ление написал государство революции. А у нас с вами буржуазное общество. Какая справедливость? Нет справедливости. А вы говорите, справедливость. Какая справедливость? Неравенство. Вгнетение. Ну как это студентам не платить так, чтобы они прожить могли? Я-то был студентом. И нам платили, чтобы можно было спокойно прожить. Без родителей. Не шикарно, но можно. А тут, если у вас нет родителей, вы умирать должны. Это ради справедливости. И ради справедливости, что вы умрете. Я останусь, а вы умрете. А он справедливо умрет. Вы останетесь, а я умру. Раньше, когда никаких пенсий не придумывали, старики сами в горы уходили, чтобы решили этот вопрос. Когда не хватает. Либо молодые умрут, которые должны детей рожать, воспитывать. Или старики, у которых уже есть дети, внуки. Ну кто должен? Поэтому понимающие старожилы прощались с родственниками и уходили в горы. И все. Пенсионный вопрос решался очень просто. А сейчас напридумывали пенсии платить. Действительно. С чем это платят? Вот никто из думцев, никто не возразил против этого. Никто не предложил другого. Нет, возражать-то все возражали. А своего предложил никто. Видите разницу? Просто говорить, я против. И сказать, я вот за то, чтобы было так, 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 так. Вот повысить пенсию и уменьшить число часов работы. Коллективные переговоры. Но чтобы получить право на коллективные переговоры, вот тут есть всякие припоны. Какие припоны? Надо, чтобы вы были не самозванцы, а чтобы вас делегировало большинство работников. И существует здесь два варианта. Либо собирается конференция или собрание работников, и вы избирают там пять или шесть человек, кто пойдет на переговоры. Так? Или другое. Есть, создается профсоюзная организация, в которой больше половины работников представлено. А раз больше половины, то следовательно, всегда профсоюзная конференция профсоюзная уже все равно больше половины будет. Поэтому профсоюзная организация может своим решением, своей профсоюзной конференцией выделить этих шесть человек, которые пойдут на переговоры с работодателем. А работодатель обязан, расписано это дело, его тоже принуждают, он тоже несчастный. Он обязан в этом случае, а, обеспечить помещение для переговоров, б, освободить от работы этих. Троглодитов, как он считает, потому что они требуют от него, чтобы он на часть прибыли отдал обратно в зарплату. Это же ясное дело, как божий день. Или чтобы больше платили, или улучшили условия труда. То есть надо раскошелиться. Один остров уже не купить, только три острова купить. А хотелось четыре купить или пять, а придется три только. Очень тяжелая ситуация. Но закон говорит, что вы обязаны предоставить помещение и проводить переговоры. И хотите вы или нет, он не может уклониться от переговоров. Не может. То есть он обязан через семь дней приступить к переговорам и освободить от работы вас. Вот я, допустим, вас ненавижу, а вынужден вам платить теперь. А вы еще будете разглагольствовать, не будете работать. То есть я считаю, что вы такой, сякой, раз такой, только разговариваете, ничего не делаете, бездельник. И вот вы теперь передо мной сидите на переговорах, как будто я уже не директор, а вы уже директор. И целые три месяца. Это ужас. Я, наверное, умру от этого, пострадаю от такого спора. Правильно? То есть как? То он был царь-батюшка, а теперь здесь вот он на равных с работниками должен. Три месяца. Еще деньги им платить должен за это, что они будут с собой спорить. А почему? На это пошло государство. Как вы думаете, почему? На возможность переговоров. Да. Снисхождение какое-то сделать. А? Думаете, снисхождение? Наоборот. Так надо было бы решить вопрос, там, повысить вам зарплату. Так ничего не повышать. Вот эти люди, шесть человек будут зарплату получать ни за что. Ну, как бы, за разговоры. А пока что никому ничего не улучшили. А вы только доказываете, что надо улучшить. Надо сделать зарплату больше. Надо условия труда улучшить. Надо, чтобы вентиляция была поставлена. Надо, чтобы вода была газированная. Надо, чтобы батареи были зимой горячие. А чтобы летом вентилятор работали и так далее. А ничего делать не будет. Он просто с вами переговаривается. Ничего делать не надо. Это он должен так раскошелиться на эти все преобразования. Такую копеечку большую. А тут он просто вам зарплату будет платить. Да и черт с ней с этой зарплатой. Выгодно. Выгодно работодателю с вами разговаривать. Вот вы на меня смотрите. Я сейчас вот с вами разговариваю. У меня зарплата-то идет или не идет? Там, наверное, идет. А вам не идет. Видите разницу? Ну, что? Как что? И вот так же и сделано у нас. Поэтому ничего особенного тут нет. Обычное дело. Зарплата идет. Ничего не меняется. Потому что... Ну, как вы считаете... Вот давайте последнюю мысль. И мы заканчиваем сегодня. Как вы думаете, можно уговорить работодателя словами, чтобы он взял и сколько-то миллионов вдруг взял и отдал? Нет. Словами. Меня уговорите, чтобы я вам отдал. Давайте уговорить. Можно вещественными доказательствами. Вашей коррунтированности. Не знаю, как работодателя. Шантаж. Ну, тогда должен быть какой-то баланс. Скорее всего, у работодателей есть какие-нибудь друзья? Баланс. Хороший или не очень? А у вас, скорее всего, их нет. А мы и на них найдем. Баланс. Я, значит, вам скажу, какой баланс. Нет, это баланс. Значит, меня уже предупредили. Все мои дружки, эти работодатели, если я работодатель, что если я вот этим троглазитам уступлю, они меня башку проломят. Вас никто не тронет. Вы работники, они никого не волнуют. Нам, мне проломят. Вам, башку. Мне проломят. Потому что я уступил. Потому что я сделал такой шаг, что им придется тоже раскошеливаться из-за меня. Может, поэтому в Госдуме никто не предлагает реформу других? В том числе, да. Ах, как вы думали, ах, как вы думали. Ну вот. Это же, смотри, представители какого класса там сидят? Нет, это же значит о том, что не все там люди коррумпированы. Они просто наслупаются. Они не коррумпированы, а просто получают 400 тысяч. Зачем? Это какая коррупция? Это не коррупция. 400 тысяч – это зарплата. Вы наберите, сколько получают в Думе. А вы знаете, что вот партии, которые прошли в Думу, они получают еще по 152 рубля за каждый голос, который за них подали. Вот если проголосовали вы за Думу, считайте, это 152 рубля попало за Единую Россию. Если вы за КПРФ проголосовали, 152 рубля КПРФ. Если вы проголосовали за ЛДПР… Откуда взялось? В законе о политических партиях. Те партии, которые прошли в Думу, их государство поддерживают. Я скажу, вы маленькая у вас партия? Не-не-не, я не про источник. Я о том, почему именно 152 рубля. Ну так в законе. Откуда я знаю это? Откуда 152? Я бы ни копейки не дал. Наверное, в итоге какая-то круглая сама выходит. Но это круглая будет подозрительная. А это как бы вот рассчитали. Вот вам сразу кажется, что это исследовали и придумали еще ровно 152. Правда же? 152 рубля. А теперь миллион, если проголосовала за нашу партию, да? Сколько наша партия получит? 152 миллиона. Вот. Ну хорошо же. Вот хорошо же стало. Жизнь стала веселой и хорошо. Давайте идите на выборы. Вопрос в том, какую партию попадет. Вот, скажем, это не прошло, кто не прошел в Думу, ни копейки не получит. Только те, кто прошли. И те, кто прошли, им не надо подписи, подписи собирать. А подписи – это опять деньги. Ну как собирают подписи? То есть нанимают людей, чтобы они стояли или ходили по домам и подписывали. И всем платят деньги. Вот тогда платят деньги большие. Это не то, что стипендия, дескать. Вот 5 тысяч в день давай и собирают. Ну ясно, как они собирают. А потом начинают проверять. А там с подписи. Кто-то берет компьютер и начинает эти подписи подделывать. Потом много подделанных подписей. А потому что невозможно за это, за короткое время их собрать. Я был депутатом, кандидатом в Госдуму, собирал. Не собрал. Много народа ходило, собирало эти подписи. Не собрал. Мне потом секретарь избирательной комиссии выборгской говорит, Михалас, а что же вы? Я говорю, так это невозможно собрать. Да ну и вы, говорит, сели бы к компьютеру. Ну и здесь собрали бы их, нарисовали бы. А зачем, говорю, мне это надо? Ну так я не стал депутатом. Вот мучаюсь теперь с вами, вот спорю с вами. Зато я с народом. А так было бы депутат народа. Чувствуете разницу? Депутат народа 400 тысяч. Ну нежели богато, нечего начать. Так, значит мы вопрос о коллективных трудовых спорах продолжим. Потому что он важный. Зачем нужны эти переговоры? Если на них вроде как не добьешься ничего, да? Так получилось пока. Кончили мы вроде так, не очень красиво. Ну мы продолжим. У нас же ведь не конец. Всякий роман должен в этом интересном месте прерваться. И тогда будет хорошо. Спасибо за внимание. До следующего раза. Как называется неудавшийся переворот? Как вы думаете? Неудавшийся переворот? Да. Недоворот. Субтитры сделал DimaTorzok